из культ привет дорогие коллеги вскрывашка мне понравилось у одного ютубера переведено названо распространенное явление анбоксинг сегодня очередная вскрывашка хотя это действительно коробкой она не запечатана но говорю честно откровенно то что тут внутри я еще не рассматривал поэтому поэтому я буду знакомиться сказать в режиме онлайн режиме реального времени это опять магазина фонарик датком пакет в первый раз я честно говоря не хотел лить елей если как можно выразиться на этот магазин сегодня наверное чуть-чуть придется в чем суть когда я первый раз забирал вот этот нож точнее первый раз кто-то забирал а это был этот нож я забирал в магазинчике который находится это город киев оболонь dream town по моему торговый центр там у них есть . продажи я туда подъехал и стоял чуть-чуть в сторонке как раз продавец в его беседу разговаривал с клиентом судя по всему это был постоянный покупатель судя по тому общению которое происходило в принципе молодой человек который стоял на точке он достаточно грамотно общался и ну как бы вот со стороны со мной мне было приятно понаблюдать за работой продавца с клиентом потому что это действительно ну по крайней мере у нас киев пока что еще редкость такое хорошее отношение мне немного было может быть неприятно потому что я стоял рядом тут же перед прилавком и на метку вы не обращали внимание но я где то есть продавец не знал кто я такой на тот момент как бы на меня не обращал внимания я стоял рассматривал витрины я сам ничего не спрашивал мне понравилось как вот этот молодой человек общался с этим с покупателем я для себя отметил как бы в первый раз когда делал анбоксинг вот этого ножа я об этом не упомянул мало ли клиент постоянно перед ним так как бы расшаркиваются сегодня я забирал вот этот пакет совсем другом месте это уже было на соломинке там склад был насколько я понял там работает два человека один тоже молодой человек другой мужчина постарше меня действительно вот удивило что живое общение произошло казалось бы что может проще приехал взял товар уехал к тому же это склад насколько я понимаю там розничных продаж не происходит но со мной действительно приятно вы общались мне много чего показали мне было приятно поговорить с этим мужчиной и я как бы решил что я не могу об этом не упомянуть потому что действительно как вот исходя из моего опыта вот фонарик датком работают те люди с которым я общался приятные люди с которыми можно адекватно пообщаться мне действительно это было приятно то что я хотел сказать не знаю какой был у вас опыт покупок общения но мне мне вот именно люди которые стоят за продажами мне действительно было приятно с ними пообщаться вот особенно с таким вот мужчиной который с которым все сегодня я познакомился и так что здесь находится здесь находится реклама декса носки водонепроницаемые перчатки водонепроницаемые шапки водонепроницаемые интересно каталог ганзы фонарик датком является как торговым представителем ганзы ску который в свою очередь официальный дистрибьюторы ганзы небольшой каталог есть еще тут есть такая коробка в этот раз коробка уже посолиднее чем в случае с этим ножом еще есть меня действительно умелила вот эта штучка маленький фонарик с фирменной символикой знаю меня вот эта штучка реально умелила во первых я считаю это полезно полезное дополнение полезный брелок потому что я люблю на ключах такой носить у меня сейчас есть какой-то на ключах я ношу постоянно и периодически пользуюсь хотя у меня есть нормальный фонарик ну как бы особенно бывает на работе когда допоздна засидишься охранники в коридоре выключают уже освещение бывает как бы полезно что-то подсветить себе тоже замочную скважину ну как бы всегда на ключах всегда с собой всегда при себе я знаю куда я дену эту штуку куда повешу и ну мне это понравилось что же здесь здесь не хукры мухры здесь специаль и детье он специальная версия мультитула ганзу g301 b такой интересной коробки упаковки коробка действительно она так премиально достаточно выглядит то есть это не какая-то не какой-то непотреб не потребство инструкция как в лучших домах парижа с хорошими дорогими мультитулами идет на нескольких языках в том числе на русском и конечно же гарантия фирменная гарантия считают действительно важным дополнением чехол добротный по первому впечатлению может вот эта стропа чуть такая слабенькая прошита все аккуратно здесь только кулечки силикогель находится вот сам мультитул еще есть кулечек чехле есть специальное отделение под биты причем в отличие от некоторых именитых производителей вот этот держатель для бит не твердый не жесткий пластиковые и такой аля почему-то эдуард испенский крокодил геном приходит на ум приятный силиконовые сами биты шестигранники плоские филипсы они разведочки промасленные не сильно но как бы смазка есть ну и сам сам держатель бит так саму титул черный черный полностью черный ну и конечно же фирменная эмблема вот она же который мне напоминает элемент советского герба серп и молот только здесь молот и гайка какая-то стилизуемое изображение но здесь вот сразу ассоциации как как четко ассоциация на советский герб было коси и забивай серп и молот почему-то такие ассоциации приятно подпружинена работа самих плоскогубцев черное покрытие нанесено равномерно даже здесь вот на зубцах губок плоско будет посмотрим как долго она будет держаться особенно на кусачках и более чему и рисунок по облетит но посмотрим посмотрим складывание раскладывание четкое компоновка инструментов в рукояти сделан таким образом чтобы при работе максимально обезопасить не обезопасить техния сделайте более приятной то есть внутри компоновка какие инструменты здесь есть честно скажу не знаю первых пила 440c ганзу дизайн made in china инструмент имеет замок во вторых это что наверно открывашка для консервов какой-то маленький клиночек также фиксатор имеет это держатель для бит сервитерный клинок сервитерный клинок не здорово напоминает по профилю клинки которые на резерванах идут покрытие покрытие дело в плоде того что и саморевшая кромка имеет это черное покрытие не знаю насколько это оправдана основной клинок небольшой люфт есть на самом клинке кромка не имеет покрытие да кстати даже проверить заточка есть не особо много бумагу режет так что дальше дальше это непонятно что а это наверно кольцо что выносить маленькая отвертка последний инструмент это ножницы какие-то странные как разслужены ножницы режут это главное как-то интересно они складываются вот такая штучка достаточно достаточно интересно приятно мультитул возможно буду банальный но это не тот держал я в руках китайские мультитулы знакомых многих они есть это совсем не тот китай конечно абсолютно не тот но это не тот китайский мультфильм но это не тот китайский мультфильм спешил эдишн я пока не знаю может это именно спешил эдишн потому что он сам черный по себе такое либо то что такая красивая упаковка с этим не понравилось у них там есть в фонарик . ком не поверите в магазине фонарик . ком есть фонарики они представители феникса в том числе появились вот у меня мужчина к сожалению я не помню его имени показывал несколько фонариков феникс в премиальной подарочной упаковке модели те же самые которые есть в обычных этих которые вешаются в упаковочках но ощущение абсолютно другое ощущение действительно берешь вот такую красивую коробку красивее чем это раскладывается открывается внутри формована вот это вот пена поролон красиво уложен сам фонарик ну действительно вот когда берешь обычную упаковку такую пластиковую прозрачную и тот же самый фонарик в премиальную вакуруки но абсолютно разное впечатление от вещи для подарка очень понравилось мне как придумали упаковали так что может обратить внимание еще раз повторюсь мне понравилось мне понравились ребята которые работают в этом магазине может кого был другой опыт ну как то так все и сколь пока я буду дальше играться знакомиться конечно такой объемный мультитул объемный чехол закину себе в рюкзак его буду носить использовать сейчас у меня дома же ремонт на завершающей стадии ремонт сам закончился жду пока привезут двери установят кондиционеры даже уже повесили во всех комнатах как бы тем мебель должны привозить мебель технику поэтому что-то все равно я постоянно откручиваю подрезаю вскрываю расковыриваю ну как бы вот этот нож мне в этом здорово помогает потому что он прочный такой что-то не жалко и не жалко не в том плане что не жалко сломать а в том плане что не жалко потому что знаешь не сломается ну и в принципе вот мультитул тоже беру нового вооружения пожелем увидим все физкульт пока еще раз окончательно в этот раз так точно